Здравствуйте, друзья! Доброе утро! Пятница, и мы тут несколько дней подряд с вами следим за перипетиями иммиграционной реформы, которую могла бы принять Палата представителей, не значит, что она дальше пошла бы и стала бы законом, но тем не менее. Мы следим, и половина работы была сделана вчера, когда, в четверг, когда проголосовали за консервативный вариант, там было два, консервативный и компромиссный, внутри республиканцев компромиссный, за консервативный проголосовали, он совсем не прошел, и сказали, вот еще второй вариант, вот мы тогда в пятницу проголосуем, потом сказали, вообще на следующей неделе, потом даже говорят, не в пятницу, вот еще на следующей неделе проголосуем, но на этой неделе, никакой там неделе, сегодня с утра, сегодня с утра, вся эта история была фактически убита. Убита не кем-нибудь, а самим президентом Трампом, не каждый может убить такую реформу, но убита была президентом Трампом. не и нигде-нибудь а в том месте где делается вся наша политика в твиттере в твиттере президент написал что нет смысла республиканцам вообще заниматься сейчас иммиграционной реформой потому что значит демократы все равно не поддержат и нам нужно просто дождаться выборов ноябрьских и значит собрать больше голосов вот и в сенате и в палате представителей чтобы у нас было больше так сказать больше и уже принять вот это вот и иммиграционную реформу значит хотя на самом деле проблема же не в отношениях с демократами а проблема в том что республиканского большинства не хватает то есть они между они сами с собой не могут договориться но видимо имеется ввиду что удастся избавиться ему от тех республиканцев которые не являются его такими прямыми фанатами я не знаю возможно от них удастся избавиться таким способом что просто их не изберут больше никуда придет на их место демократ он там говорит что вот надо ждать там в ноябре нам красную волну называет красный этот цвет республиканской партии они голубой как например у демократов но красная волна пока что надо сказать что волна идет совсем в обратную сторону то есть об этом судят по всяким выбором который периодически происходит кто-то умер там по разным обстоятельствам бывают выборы и и в сенат и в палату представителей губернаторские и в ассамблеи законодательные ассамблеи разных штатов слава богу штат 150 все время кто-нибудь кто на административную должность перейдет кто там на пенсию кто чего то есть время какие-то выборы происходят и пока что волна уж очень серьезная волна идет совершенно другую сторону поэтому чего он там собирается я не знаю но во всяком случае он абсолютно можно сказать грохнул это все тут есть тонкость одна тонкость одна дело в том что руководство республиканцев в палате представителей не хотела обсуждать иммиграционные вопросы не то что вот им трамп говорит не надо они сами не хотели но тут была как бы группа таких умеренных республиканцев которые хотели сделать вот так называемый discharge петишин когда нужно было можно было обойти руководство и поставить на голосование там же несколько проектов это не сейчас два консервативные и типа компромиссная там еще парочку есть и один-то из них вообще совместные с демократами за него все демократы почти проголосуют и он кстати имеет самые лучшие шансы на то чтобы быть принятым вот позорично и вот они во избежание этого позорища пошли вот на какой-то такой вот ход но дисчардж петишин вот это вот за нее проголосовали все но там не не голосование там подписи собирают значит за нее дали подписи дали все демократы до единого и какое-то количество республиканцев которым нужно показать своим избирателям в ноябре что они голосовали я голосовал вот за это вы видите я не не то что я вот за это голосовал но если голосования нет то как он скажет поэтому трамп как бы отнимают у них возможность показать что они голосовали отнимает у них возможность хорошо показать себя перед собственными избирателями то есть он против против партийного интереса действует на самом деле но это отдельный разговор так вот эти самые люди умеренные республиканцы они говорили что или мы соберем эти голоса на дисчардж петишин или вы тогда уже что-то сделать когда они голоса собирали вы там нет в принципе каких-то дедлайнов специальных там но тем не менее вот мы там к среде к прошлой там соберем но прошлой среде им не хватало два голоса и это собственно никакого значения не имела но они не стали больше собирать потому что им начальство говорит вот ну хорошо мы будем голосовать ну и ладно и забросим теперь ну или они тоже забьют на это дело или они все-таки будут настаивать на своей дисчардж петишин вот этого мы не знаем и ну посмотрим во всяком случае собрать подписи вот в новой ситуации со стороны республиканцев которые говорят все равно мы хотим вынести этот и так далее в условиях когда президент уже как бы четко высказался что он против вообще того что временно это тратит я не знаю вот если раньше они были уверены в том что они соберут то сейчас не не уверен вот может и не соберут поэтому ну в общем вот вот такая вот много шума из ничего такая вот фигулина да я вот знаете когда уроки виду по тестированию программного обеспечения и там есть такая тема как написать сообщение об ошибке так называемый баг report и вот я говорю что то тот язык которым человек пишет баг репорт он зависит от состояния чека в данный момент как бы функция так сказать вот состояние тестер вот пришел с утра дом кофейку даже не попил это один баг репорт на ту же самую проблему я так утрирую немножко но тем не менее вот допустим а уже попил кофейку уже другое дело а вот например там перед обедом или после обеда там допустим жена тебя позвонила и ты там написал баг репорт или какая-то может чужая жена позвонил и ты написал баг репорт вате как сразу меняется отношение так вот давайте камеру переверну стройка идет видите как да так вот вот и в политике то же самое мы видим вот допустим с левой ноги встал один твит написал с правой ноги другой пару дней назад говорил что поддержит любой законопроект то есть он не только говорил не тратьте время а он говорил поддержу любой консервативный компромиссный меня все устраивает там туда-сюда и вдруг жах под дых там несколько недель работы там сортир слили вот а может быть может быть он сейчас передумает я кстати не уверен то есть это тоже бывает он уже тут передумал на этот счет ночью в таком вот мы мире занятным живем а я кстати еду в офис сейчас 10 часов утра и 9 минут и у меня будет прямой эфир так что наш обычный такой традиционный прямой эфир по пятницам у вас это будет вечер 9 вечера у меня это будет утро 11 утра в общем вот я думаю что мы там на эту тему еще поболтаем но я специально потому что надо бы записать все-таки отдельное видео поскольку было несколько сюжетов и как бы надо отчитаться что же реально происходит вот я и отчитываюсь все друзья мы на этом с вами расстаемся счастливо